Каждое дерево привитое. Это выпрямленная боковая ветка. Нормально выпрямлена. Тут не было никаких дополнительных, типа вот тут ветку отрежу, она будет как бы более симпатична. Знаете, когда одно свойство, когда учат отрезать эти ветки, одно из этих, там пункт второй или пятый, нарядно выглядит. А это, как она может выглядеть нарядно, посмотрите, она должна была вот так расти, вот так, вбок. И у нее строение было бы другое. А когда мы ее выпрямили, вот, выпрямили, вот так вот, да, это еще, вот эта девочка, вот, ваша, как ее назвать-то, это вторая последняя ученица, которая умеет, из выпускников вузов, которые умеют садить дерево. У нее теперь свой питомник, у нее свой, жаль. Вот, пусть, допустим, вы пошли дальше, да, вы аспирант. Но, вот, к этой девочке, да, Игорь Матвееву, после того, как она прошла практику у меня, у меня есть куча фотографий, я их можно комментировать, которые, некоторые только, вот. Ее надо сейчас говорить, хватит возиться в своем питомнике и по 150 рублей продавать эти же саженцы, да, от которых, скорее, это, похудеешь, чем заработаешь. Вот. А там же есть институты, вузы. Конечно, это, вы дальше пошли, но я бы и сказал, да, она в любом вузе может лекции читать. Ей может, если пойти, даже не в ГСУ, выше, если пойти в сорта, это, она может быть стать первой, кто откажется от этих, от клонов, кто откажется, от этих самых, цискульсской, кто перейдет на сенсор подвоек, кто откажется от семенного скрещивания, от скрещивания и семенного выращивания. А сразу, вот так вот. Но здесь уже, это я высказал, то, что у меня наболело. Привет, Юли. Вот. А все-таки не пропало. Питомник есть. Не зря она ко мне приезжала. Вот. И вся семья ее приезжала ко мне учиться. А здесь я ее посадил, сказал, Юля, сделай вид, что ты преподаватель. Я весной отрезал здесь верхний, этот, не верхний, а, в общем, проводник. То есть, вертикальную ветку получил вот такое. Почему? Ребята, это учеба, смотрите внимательно. Это еще один. Я заставляю позировать, только потому, что мои снимки, они когда-то попадут в себе в книгу. И, кстати, потом скажут, Юля, если вы мне все подарили. Это не важно. Понимаете, второй раз трудно вот так сделать даже. Потому, что черешня, это редчайшая вещь. Черешня, редчайшая вещь. Сибирь, мы с вами для Сибири будем стараться. И вот, смотрите, прошла страшная зима. Замерзла, но я ничего не делал. Это просто я сказал своему сыну, Артему, вот так ветку наклонить, чтобы было похоже на, так называемую, кустарниковую форму. То есть, сама природа заставляет деревья, те, которые временно, они могут отсидеться по сегам. Дальше снова вылезти и расти до высоты 10 метров. Не каждая зима. А те, которые тысячи, 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 миллионы лет, тем, и вот эта кустарниковая, переходит уже в генную память. Он уже следующее поколение, там чуть-чуть следующее. Дальше по Дарвину. По Дарвину. То есть, вот это все меньше волосберг, все больше ширь. И так получается, что в Сибири мы должны что? Вот. Даже если не укрывать, даже если снегом не засыпать, он довольно держит в сырости. Вот. Но, тем не менее, вот такая форма позволяет ветру не ломать, позволяет часть под снегом отсидеться. Никогда уже не замерзнет. Вот. А почему? Сейчас, внимание, ребята, только держитесь, держитесь, держитесь. Вот. Что нам, потом будет, у меня еще десяток уникальных фотографий. А пока смотрите. Вы видели это? Вот он рынок. Вот они. Я специально брал первую фотографию, железов дурачок, не буду уже себя жалеть. Вот. Так себя называю. Вот, смотрите, что делается. Видите? Смотрите дальше. Это не один такой. Вот здесь еще не успели, а, ну, как сказать, вот выпадает немножко. А это что? Что это такое? А как они расти-то будут? Ведь они же, если не упадут, то сломаются. Если не сломаются, то замерзнут. Вот это вот метр голова, искалеченного. Я еще найду поярче, покруче. Вот. Вот они. Смотрите, что делается. Вот эти. Здесь, помните, я вам показывал, делал разрезы поперечки. Я патологоанатом. Так. И везде туда проникал мороз и грибы за ним. Вспоминайте. Почти на каждом семинаре. Вот это дурь. А дальше-то что случается? Вот это называется рептист на морозе. Когда она мороз ударит, а в отчаянии я, видите, второй раз говорю. И так, читаю, тогда на тот момент я уважал это повеседневное хозяйство. А там была статья. А статью написал московский, очень, ну так, настоящий ученый. И знаете, что он написал? Да, Москву каждые 10-12 лет, я почти цитирую, посещает 40 градусов мороза. Да, в это время смерть проходится косой. Я прям буквально цитирую. У меня памяти нет, но такие вещи я не забываю. И уничтожает большую часть плодовых деревьев. Но вы не отчаивайтесь, москвичи. Надо, это данность. Он про московский округ писал. Это данность. Это значит, что после этого вы опять посадите. Они у вас вырастут, дадут несколько урожая. Потом они опять, в следующий сезон, ну то есть цикличность повторится. Опять собираются. Ну что делать, мы так и живем. А мы сибирьки так не живем. Такие саженцы убить не составляет никакого труда. И 20-ти градусный мороз такие убьет. Он может их не убьет, но плодом не дождешься. Ветки, они же как, у них здесь идет ток крови, так назовем. А когда я разрезал, я за голову схватился. Ну ладно, сейчас до этого тоже дойдем. В общем, дальше показывать. Вот это вся страна. Это растение, верните, покажите какое. Вот это растение. Это гинкобелова. Это совершенно не российское растение. Уж тем более его там куда-то предлагать. А откуда? Ну, тропическое. Это, конечно, одно из реликтовых растений. Может его и можно где-нибудь в оранжереях выращивать. Но не вот так вот. Не в Ярославле точно. Ну понятно. Вон написано, гинкобелова саженца. Так и написано. Откуда? Вот, который продавал саженца кладу. Откуда вы все знаете? Ну я по форме листа это вижу. Но не для Ярославля эта культура. Ну никак не для Ярославля. А смотрите, вернемся Ярославль. Вот допустим. Ну Ярославль это подмосковье. Нет, вот сюда вернемся, например. Смотрите. Раз разговор зашел. А если ему такую форму придать? Ну я не знаю. Я это растение не знаю. Не могу сказать. Нет, ну шанс это повысится. А если тепловая подушка. Помните, я говорю. С одной стороны забор. С северной стороны. С южной стороны отапливаемая. Вот. Но дело в том, что я вот то, что мы видим. Вот эти вот длинные штамбы. Я это называю стептистоморозивом. Когда замерзло, то ниже уже ничего нет. А я-то вот рекомендую. Ладно. Сейчас тонкости начнутся. И так. Многие деревья могут жить только в кустовидной форме. Один вопрос. Но это общий вопрос. А вот это у меня слива. Я никогда так не делал. Но я сказал. Вера, попозируй. Вот. Мы представим себе, что это персик. Пойдет? Такая форма. Как один из вариантов. Сибирь, матушка. Вот. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok